За что вы чаще всего выгоняете людей с проекта реконструкция? Я хочу сказать, может быть, немножко удивлю наших зрителей, что бывают случаи, когда не мы выгоняют, а там сверху их выгоняют. Просто недавно был такой случай, когда мы узнали, что кого-то выгнали. Мы сами об этом не знали. Человек нарушил определенные правила. Если вы водите машину, есть правила, которые позволяют вам ее водить. Если вы их нарушаете, то попадается обнастречу сотрудники БД, либо это фиксируется, предположим, на камеру, и система у вас забирает права. Есть правила, которые говорят о том, что если вы их не способны соблюдать, то вам нельзя дать возможность водить машину. Есть нечто подобное правило на проекте. Когда вы приходите в любое сообщество, там всегда есть правила. Нет ни одного сообщества, чтобы этих правил нет. Бывает тогда, когда побольше вольности, поменьше вольности, они всегда есть. В любом сообществе есть правила. Если у человека есть права, то есть обязанности. Не бывает такого, что были бы одни права, одни обязанности. Если одни права, нет обязанностей, это рабовладельский строй, это паразитизм. Если у человека одни обязанности, то он сам получается раб, то есть у него нет прав. И в реальной жизни есть баланс между правами и обязанностями. Когда человек приходит на любой проект, в любую систему, у него включаются эти два механизма. Вот так вы на работу приходите, у вас есть право получать деньги, у вас есть обязанность выполнять работу. И вы нарушаете какой-то значимый трудовой договор, и вас могут уволить, и они будут правы на всех планах. За что выгоняет проект, ну как бы выгоняет проект, ну, кроме может быть тех случаев, когда это сделали за нас уже там сверху, просто отключили. Когда человек нарушает естественные правила, ну, например, есть такое правило про раздельное питание, физическую нагрузку. И, скажем так, программы по развитию и самоощущению. То есть, если человек не хочет этим заниматься, то ему просто нечего делать на этом проекте. Потому что на проекте просто так чистится человек, от грязи не будет, если он не хочет развиваться. Как говорят, Лена, я не буду работать просто за деньги. То есть, в проекте есть смысл высший. Высший смысл, то есть, сделать людей на проекты самостоятельными и свободными. Настолько, насколько это возможно. Если человек не хочет развиваться, то на проекте ему делать нечего. Есть какие-то правила, то есть, у человека есть, скажем так, большая сфера выбора. То есть, ему не навязывается никакая система, ему не навязывается какое-то направление. Но есть определенные правила. То есть, есть правила раздельного питания. Почему, например, если человек не хочет ее использовать, то выгоняет. Потому что, если человек себя травит, ну, какой смысл пытаться его лететь и очищать. Ну, это вроде того, как вы на лодке плывете, и в лодке дырка. То есть, отверстие какое-то. Первое, что вы должны сделать, это отверстие заткнуть. Если, ну, там, это отверстие значимое, да, если маленькое отверстие, вы быстренько выгребаете воду, да, потом все равно затыкаете эти отверстия. Значимое, сначала затыкаете отверстие, а потом начинаете что-то еще делать. То есть, если у человека нет раздельного питания, он занимается самоотравлением, да, то есть, смысл этому человеку помогает. То есть, человек живет неразумно и не хочет жить разумно, исходя, например, от своего эго и самомнения. Человек не хочет это правило соблюдать, он выгоняется. Или, например, человек не хочет заниматься своим физическим развитием, начинает деградировать. Когда человек при росте метр шестьдесят начинает весить девяносто килограмм, то есть, он начинает медленно превращаться уже не в человека, а в кусок, скажем так, животного мяса. То есть, идет деградация на физическом плане. Деградация на физическом плане всегда будет вызывать деградацию на духовно-психическом плане в известной степени, и на биоэнергетическом плане, и на многих других вещей, которые человек не замечает, но тоже происходит. Если человек не хочет заниматься развитием, какой смысл ему помогать? То есть, для этого есть другие механизмы, для этого есть паразиты. То есть, если человек не хочет, но не понимает, это одно. То есть, ему можно объяснить. Если человек не хочет, то, соответственно, для этого есть паразиты, которые поставят его в сложную ситуацию, воруют его, ставят его страдать. Тогда человек, оказавшись в сложной ситуации, начинает переосмысливаться. Это классический метод, к которому работает карма. Классическая карма. За что еще может выгоняться, насколько я знаю, из арчи? За то, что человек начинает заниматься самодеятельностью. Например, человек, получив какие-то способности, почистили человека, создали ему определенные возможности, и человек начинает заниматься лечением. Ему говорят, есть правила лечения. Хочешь заниматься лечением? Замечательно. Ты должен понимать все правила лечения. И у тебя, кроме процесса лечения, есть еще не только ответственность, а ответственность за результаты твоего труда. То есть, ты должен знать, понимать причину, по которой ты речишь, причина болезни, с которой ты работаешь, понимать технологию. То есть, она должна быть отработана. Ты должен иметь самоочищаться. Ну, плюс еще ты должен научиться договариваться об получении средств за это. То есть, получать за это вознаграждение. Такая система. Есть люди, которые пытались, например, этим заниматься. Но, к счастью, насколько я помню, ни одного пока еще за это не выгнали. То есть, люди, так говорится, наступали на эту швабру, но потом переосмысливали. Есть люди, у которых открыли способность, и они начинают заниматься самодеятельностью. Например, был у нас такой знакомый, хороший человек, не глупый, но вот открыли способности слышать тонкий мир. Во-первых, ты слышишь тонкий мир, совсем не обязательно, что ты слышишь ангелов, слышишь Творца и слышишь там светлых сил. Ты можешь слышать и любых сущностей, и у паразитов тоже есть источники информации, которые могут соответствовать действительности. Если ты занимаешься передачей информации, ты должен, то, что сейчас называется ченнелингом, ты должен соблюдать правила, которые должен соблюдать всякий разумный человек. То есть, этика, технология и техника безопасности. Вот у нас был знакомый, который не хотел эти правила соблюдать, хотя был не глупым человеком. Сейчас он стал, как он называет, верховным жрецом. Кто-то из наших лучших членов, потому что человек был в команде, к ним очень хорошо относились. Вдруг человек начинает, знаете, как маленький ребенок, нет, а я хочу. Нельзя забираться в лужу грязную, там плескаться. Нет, а я хочу, мне нравится. Когда кто-то начинает так делать, конечно, ты чувствуешь какой-то дискомфорт, неприятное. Был человек, который решил использовать свои способности, нарушая определенные правила. То есть, чем дальше, как он из-за этого, наверное, ушел из проекта, чем дальше, тем эта тема начинает раскрываться. То есть, у этой темы всегда есть обратная ответка. То есть, со временем человек начнет по этой теме прижимать. То есть, первое, это его обворуют на полевом уровне. Второе, это он причинит вред окружающим, не оценит или не оценит. И третье, он получит ситуацию, когда его заблокируют, ему определенные возможности. Плюс у него по судьбе начнутся какие-то проблемы. Был случай, когда люди начинали свои способности, которые начинают открываться, используют не по назначениям, не соблюдая законы этики, законы морали, да, и все остальные вещи, включая технику безопасности. То есть, если есть возможности, если у тебя есть какая-то возможность, то есть и ответственность. То есть, если есть права, то есть обязанности. Вот один был человек, который хотел пользоваться правами, но обязанности выполнять не хотел. Меня, честно говоря, он удивил в этом плане, поскольку человек был неглупый, и он понимал, что это, плюс у него еще было некое техническое образование. Каждый техник знает, что в любой области, в любой профессии, в любой системе есть всегда техника безопасности. Она позволяет человеку пользоваться этой системой, не, скажем, не разрушив саму систему, не разрушив себя или окружающих. Вот был такой человек, который эти правила нарушал. Есть люди просто ленивые, которые не хотят ничего делать, да, то есть, которые готовы платить денег, чтобы им просто помогали на полевом уровне. То есть, помогает, если человек на полевом уровне помогает, он может получить определенные ресурсы. То есть, он, например, может найти себе любимого человека. Ну, например. Если он выполняет какие-то минимальные функции, да, то есть, у него набирается ресурс, и вероятность встречи такого человека становится больше, заметно больше. В нем могут какие-то вещи в социуме начинать происходить, да, то есть, может начать у него, например, формироваться бизнес. Раньше не работал, сейчас начинает работать. Вот, да, многие вещи, которые на полевом уровне кажутся, ну, незначимые, на самом деле формируют базу для возможности, чтобы создать жизнь. Были люди, которые эти вещи нарушали. Не, всех вещей не вспомнить, но в основном это были ситуации, когда люди нарушали именно базовые вещи, потому что каждый человек может ошибаться, и есть какие-то пределы. Вопрос в том, что каждая ошибка, она чьевата затратами, затратами по восстановлению человека. И есть единицы людей, которые умеют сами самовосстанавливаться. То есть, само самовосстановление, это обычно предусматривает, что у вас есть способности и технологии. Если они и есть, то вы человек самостоятельный, и вы справитесь. А вот если нет, то обычно это достаточно затратно. Проблема эта в том, что когда вы переходите к определенной грань, начинаете к маршруту, вы теряете то, что вы заработали в течение долгого времени. Или начинается такой-то процесс, и человек начинает саморазрушаться. То есть ему говорят, так, это нужно прекращать, да, одуматься, переосмыслить, да, и совершать ошибки. Вот был один знакомый, был, не был, он еще есть член, который, например, пытался создавать, ну, пытался создавать связи на стороне. И, скажем так, нас над этим не информировал. Не потому, что мы хотим, скажем так, знать, скажем, детально, чем занимается каждый человек, а чтобы на полевом уровне его защитить. Вот человек попробовал делать сам, но на полевом уровне, на полевом уровне получил проблему. Его, скажем так, обворовали. То есть, ну, об этом ему сказали. Теперь вот надо искать способ помочь ему самовосстановиться, так самовосстановиться, чтобы он на это не потратил все свои сбережения, которые ему нужны на жизнь, да. Мы понимаем человеческую ситуацию любого человека, мы сами люди, и мы сами живем в таком же мире, что и вы. Есть такие ситуации, когда человек начинает, вот, немножко самодеятельностью заниматься, эта самодеятельность начинает приносить проблемы. Был случай, когда, ну, это, как правило, причина самомнения, когда человек начинает поступать по-своему. Говорят, что есть среда, куда идти нельзя, да, и сфера, которой тебе заниматься не стоит. То есть, например, у тебя нет ресурсов, чтобы ее решать. Ты в нее влезаешь, ты толком не поможешь, но ты разрушишь то, что ты наработал, предположим, за последние несколько лет. Был такой случай, когда человек нарушал эти правила, занимался самодеятельностью, причем не однократно, а несколько раз. То есть, были люди, которые, например, уходили, которые, скажем так, выгоняли с проекта, да, потом возвращались. Видим, что человек очистился, что-то переосмыслил, бывали случаи, когда возвращались. Были люди, которые одну и ту же ошибку принципиально повторяют несколько раз и не хотят его прямо переосмысливать. То есть, что такое переосмысление проблемы? То есть, это не, скажем, какой-то фанатичный принцип, которому нужно придерживаться, чтобы в религиозных каких-то течениях, да, а это система техники безопасности, которая позволяет человеку выживать и не терять ресурсы, которые он зарабатывает. Если это происходит с человеком, когда он начинает совершать одну и ту же ошибку прямо и не хочет ее переосмысливать, то также человека просят покинуть проект, поскольку нет возможности ему помогать. Как в свое время сказала Елена, что если крещеный человек при церкви хочет помощи, Елена говорит, ну, хотите помощь, идти в церковь. Вы покрестились, да, вы пришли к попам, да, вы даете им деньги, вы скидываете туда свою энергию, свою психическую, духовную силу, пусть ему помогают. Если они не могут помогать, то чего вы тут охотите? То есть, пока вы там, пока вы нарушаете определенные законы, хотя в церкви их не нарушать, практически невозможно. То есть, ну, надо быть семь-пять во лбу, очень сложно, надо быть магом. Вам помочь нельзя, мы не возьмемся. Мы не возьмемся держать лодку на плаву, если в ней есть дырки. Пока вы дырки не заткнете, по крайней мере, не начнете их затыкать, мы помогать вам не будем. То есть, есть правила. Это как-то вы приходите к врачу, да, и говорите, у меня больная печень. Он говорит, так, для начала надо бросить пить и курить. Вот не бросите пить и курить, я вас лечить не буду. Настоящий врач так уже поступает, да. Если человек не может сам бросить пить, то есть, ему нужно принудительное лечение. Ну, это уже другая ситуация, но тема та же. Но обычно происходят именно такие ситуации, знаете. У каждого человека индивидуальность, у каждого человека свои глюки. И каждый человек проштрафивается на что-то свое. Все совершают ошибки, да. И мы понимаем, что люди несовершенны. Если человек упрямо совершает те или иные ошибки и не хочет их осмысливать, то приходится. То есть, это как ситуация с вождением машины. Есть основные правила, которые нельзя нарушать. Нельзя ездить по встречке, нельзя сбивать людей, нельзя ездить на красный свет. То есть, нельзя нарушать двойное и сплошное. Если вы их нарушаете, то у вас изберут эти права. То есть, и это не тяде-гаишник плохое, и не законы ГИБДД плохие. То есть, а вы не способны поддерживать систему, ту систему, при которой сама система передвижения, она будет выживать. В общем-то, я бы сказал, в целом система ничем не отличается от нашей отношения как к системе ГИБДД. Не нарушаете правила, выполняете программу. Вы будете всегда членом сообщества, будете иметь свою семью, своих друзей. И возможность еще развиваться, не только используя свой личный потенциал. Из последних случаев еще вспомню девушку из Нижнего Новгорода, которая, пробывая на проекте полтора месяца, решила нас спасать. Я сказала, что мы не заказывали у нее подобную услугу. И она обратилась к нам, чтобы решить свои проблемы. Она сказала, ах, не хотите, чтобы я вас спасала, значит, вы плохие. Ну, раз мы плохие, я и помогла от нас освободиться. Причем люди подобного плана, они поражают неуважение по отношению к себе прежде всего. Вот еще была одна такая семья, где, в общем-то, муж хотел пребывать на проекте, а супруга, насколько я поняла, спустя несколько лет, когда они пребывали на проекте, вот мы недавно, так скажем, распрощались, я поняла, что супруга, в общем-то, и не хотела пребывать на проекте. То есть я обратила внимание на то, что многие рекомендации и какие-то советы, они выполняют достаточно лениво, а то иногда и совсем не выполняют. И в конце концов я решила вот с этим разобраться. И появилось, что, получилось, что, в общем-то, супруга не видела никакой связи между своей более-менее адекватной жизнью, здоровой, без серьезных проблем, и участием в проекте реконструкции. Тогда я спросила ее, зачем вы остаетесь на проекте столько лет. Вот это было молчание. Это я называю неуважением по отношению к себе, потому что и вот этого человека, и человека с Нижнего Новгорода я спросила, если мы такие плохие, если вам не нужен проект в том ключе, в котором вы начали в нем участвовать, и вы хотите участвовать на проекте в своих условиях, зачем вы продолжаете оставаться на проекте? Потому что каждый месяц я спрашиваю каждого человека, хочет ли он продолжить участие в проекте. И только после того, как он говорит «да», мы договоримся о дальнейшей программе реконструкции на следующий месяц. И эти люди из Нижнего Новгорода, вот и семейная пара, не нашлись мне, что сказать. Точнее, муж хотел, а жена, в общем, была достаточно пассивна. Ну, знаете, друзья, если люди не уважают сами себя, моя первейшая задача как целительницы – помочь им научить уважать самих себя. я тогда принимаю волевое решение. Дорогие друзья, всего доброго. Приятно было вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин